здравствуйте дорогие друзья все мы так или иначе знаем о непревзойденных по сей день постройках прошлого например исаакиевский собор колизей или эйфелева башня различные дворцы и крепости разных времен однако мало кто задумывается как появились эти объекты точнее благодаря чему ведь строго говоря без развитой металлургии никакая грандиозная стройка просто невозможно ни в прошлом не в наше время ведь металлургия является так сказать самым первым звеном фундаментом технологического развития любой цивилизации потому что без металлургии невозможно изготовление орудий труда и производства без которых свою очередь невозможно ни строительство не сельское хозяйство не военные действия точнее воевать и копать землю можно конечно и палками но это уже не цивилизация а только ее формирование причем не может развиваться только одно направление в промышленности развитие металлургии автоматически повлечет развитие сопутствующих отраслей все взаимосвязано таким образом от уровня развития металлургии зависит общий уровень развития промышленности и государство в целом соответственно чтобы на официальном уровне утверждать о никчемности какого-то государства или народа достаточно утверждать что у этого народа или государства вообще не было металлургии или ее развитие находилось в зачаточном состоянии а как много мы знаем о металлургии прошлого про так называемый бронзовый век думаю слышали многие однако сегодня мы не будем рассматривать производства бронзы, хотя бы потому, что бронзовые руды не существуют в природе. Бронза это сплав. И про нее вскоре будет отдельный разговор, а нас на данный момент интересует полный цикл от добычи руды до готового изделия. А кто же нам по этому поводу говорят официальные источники? Итак, первая официальная историческая справка. Производство железа на территории Руси было известно с незапамятных времен. Древнее железо, произведенное кустарным способом, называлось кричное или болотное. В результате археологических раскопок в районах, прилегающих к Новгороду, Владимиру, Ярославлю, Пскову, Смоленску, Рязани, Мурому, Тули, Киеву, Высгороду, Переславлю, Вжищу, а также в районе Ладожского озера и в других местах обнаружены сотни мест с остатками плавильных горшков, сродутных горнов, так называемых волчьих ям и соответствующие орудия производства древней металлургии. При раскопках в Старой Рязани в 16 из 19 жилищ горожан были обнаружены следы домашней варки железа в горшках в обыкновенной печи. По сути, железный век длился несколько тысячелетий. Так в Аркаиме плавили металл уже 4000 лет назад. Западноевропейский путешественник Яков Рейнфельд, побывав в Москве в 1670 году, писал, что страна московитов – это живой источник хлеба и металла. Так, например, недалеко от Новгорода, в районе Устюжны, было такое количество горнов для делания железа, что новгородскому губернатору, посетившему эти места, показалось, будто он заехал в предместе вулкана. Печи для делания железа стояли везде и всюду. Количество живых памятников этого производственного бума до сих пор поражает современных археологов, раскапывающий культурный слой на русской платформе. Конец первой официальной исторической справки. Наш народ умеет варить металл даже в горшках домашней печки. Это у нас, можно сказать, в крови. Железо на Руси выплавляли еще в те далекие, глубоко дохристианские времена. Фамилии русского народа буквально кричат нам о распространенности металлургии повсеместно по территории Древней Руси. Кузнецов, Руднев, Ковалев. Одним словом, железных следов нашего прошлого очень много. И сейчас предлагаю вам, друзья, совершить путешествие к одному из таких мест древней металлургии. В сентябре 2019 года совместно с подписчиками и Евгением, автором и ведущим канала «Разгадки истории», состоялась экспедиция по Рязанской области. Обзорный фильм по этой экспедиции уже вышел на нашем канале, в нем перечисляются места, где мы были и общие выводы. Сегодня же хочу рассказать вам про одно из мест этой экспедиции в металлургическом заводе в селе Истия в Рязанской области. И на примере этого завода о металлургии в целом. Также не забудьте посмотреть об этом месте фильм на канале Евгения. Ссылочка будет в описании. Сам комплекс состоит из пяти объектов. Это остатки доменной печи, заводской корпус, храм Рождества Христова, заводской пруд и плотина. И рассматривать их нужно как единое целое. Однако ввиду большого количества информации про храм Рождества Христова поговорим во второй части нашего фильма. Про пруд сейчас лишь скажу, что его форма обеспечивала подвод воды ко всем технологическим звеньям завода. Плотина располагается на реке Истия. Правда в этом месте река напоминает просто ручей, а сама плотина в настоящий момент это просто завал из камней и кусков бетонных плит. Однако в этом завале встречаются глыбы из старинного кирпича, сваленные сюда при сносе древних сооружений. А вот остатки заводского комплекса гораздо интереснее. И начнем осмотр с доменной печи. И для полной объективности читаем вторую официальную историческую справку уже по этому месту. На территории села еще в 12-13 веках находилось поселение, в котором велась добыча железа. После монголо-татарского нашествия поселение было заброшено. Своим возрождением современное село Истия обязано чугунолитейному заводу, построенному здесь в 1715 году по указу Петра I, который начала строить семья купцов Рюминых, воспользовавшись тем, что возле села Залепяжье, ныне эта деревня, были обнаружены залежи руды. Помните пьяный лес? Ну это к вопросу о наличии руды на Рязанской земле. В 1717 году Истинский завод дал первую плавку. В 1717 году появилась игольная фабрика в селе Коленце, а в 1718 вторая в соседнем селе Столбцы. С этой поры по всей Руси пасконные рубахи крестьян и пышные наряды знати шились рязанскими иголками. В 1773 году весь комплекс купил заводовладелец Петр Кириллович Хлебников, хозяин Благовещенского медиплавильного предприятия в Уфимском уезде. Его сын Николай Петрович Хлебников принялся за реконструкцию доставшегося ему заводского комплекса. Главным архитектором он пригласил Василия Петровича Стасова. В своих воспоминаниях Стасов описывает, что выстроил в рязанских владениях Хлебникова «две обширные усадьбы с садами, большим домом, службами, оранжереями, зверинцем, театром, манежем и различными затеями для отдыха». На тех же землях того же дворянина два здания для двух мануфактур, одной железоделательной, а другой по производству игол. С двумя плотинами на двух реках, с трехпролетным мостом из тесаного камня, с разными другими постройками для работы и складов. Конец цитаты. Обе усадьбы скорее напоминали маленькие дворцы, чем рабочие корпуса. Даже уцелевшие и ныне скудные остатки истинского комплекса, давно утратившие былое великолепие, все же свидетельствуют, что некогда это была одна из самых выдающихся рязанских уездных усадьб. После смерти Николая Хлебникова в 1806 году все владения переходят его сестре Анне, в замужестве Полторацкой. При ней заканчивается строительство грандиозного христорождественского храма, архитектором которого также являлся Василий Петрович Стасов. В конце 50-х годов XIX века Полторацкие владели в Промском уезде чугунолитейным, железоделательным, машиностроительным заводами, двумя игольными, одной булавочной и одной проволочной фабриками. На них трудилось около 1200 человек. В настоящее время из всего комплекса сохранились двухэтажный главный дом и два служебных флигеля 1790-х годов постройки, церковь Рождества Христова, построенная Анной Петровной Полторацкой в 1816 году, заброшенный заводской корпус и старейшая доменная печь в Восточной Европе, признанная историческим памятником. Все сохранившиеся здания выполнены в стиле классицизм по проекту архитектора Василия Петровича Стасова. Конец второй официальной исторической справки. Про Стасово, если кому интересно, почитайте сами, там полно нестыковок по датам. Мы приехали в Исте уже поздно вечером. Начинало темнеть, поэтому ночные съемки будут чередоваться с дневными. Но думаю, так даже будет лучше, потому что при различном освещении лучше видны мелкие детали. Согласно официальной информации, это старейшая в Восточной Европе доменная печь. Я сейчас не буду затроить вопрос, был Петр Первый или нет. Нас сейчас интересует именно возраст доменной печи, потому что даже по официальной истории ей 300 с лишним лет. И официально это не скрывается, просто не афишируется. Тут хочу заметить, что по нашему мнению печь гораздо старше, но даже 300 лет это хороший возраст. Сразу хочу пояснить, что это сооружение, которое мы видим, это лишь остаток печи. У нее как минимум была труба. И были еще две камеры с двух противоположных сторон. Друзья, во время просмотра обращайте внимание на такие детали, как копоть и толщина стяжек. Все это сооружение это была печь, но следов копоти практически нет. Копоть видна преимущественно только в местах поздних переделок. Про эти переделки также расскажу далее. А толщину стяжек вы видите сами, в сравнении с ладонью Михаила. И конкретно эта стяжка не кованая, это прокат. И заложена она была при строительстве печи. А построили ее официально в 1715 году. Зеленое стекло это оплавленный кирпич. Именно так выглядит кирпич, когда он оплавился в металлургической печи. Остекленевший слой очень толстый. Температура плавления железа полторы тысячи градусов, поэтому даже шамотный, то есть огнеупорный кирпич сплавился в единую структуру. А уже под ним сплавился обычный кирпич, из которого выложены несущие стены. Качество кладки каменных стен снаружи заметно хуже кирпичной кладки, а также каменной кладки под арками. Это важная деталь, по которой мы можем сделать вывод, что снаружи это более поздняя переделка, укрепление печи, ее ремонт. Камни разные, некоторые природные, некоторые отливка. Видно надстроенный верх служебного помещения. Эти служебные помещения в настоящий момент находятся с двух сторон от горна, но судя по остаткам стен, такие помещения располагались со всех четырех сторон. Эти помещения нужны для охлаждения корпуса печи и нагрева воздуха, который вдувается в печь. Тут нужно понимать, что воздух подавался в печь не просто естественной тягой, а принудительно под давлением через боковые арочные проемы, в которых стояли формы. Таков принцип работы любой доменной печи даже в наше время. И для подачи воздуха используется целая система из труб и компрессоров, которые и размещались в этих комнатах, а также снаружи. Кстати, снаружи на некоторой высоте находится ниша. Неужели для статуй? Это именно ниша. В ней нет никаких проходов ни в стороны, ни вниз. Еще раз обращаю ваше внимание на толщину стяжек. Друзья, не помните, где мы видели точно такие же стяжки? Кто помнит по прошлым фильмам, пишите пожалуйста в комментариях. Вот еще интересная стяжка. В ней отверстие пробито штамповкой. Как и чем его пробивали? Молотком и зубилом? Подчеркиваю, стяжек очень много. Все стены ими пронизаны. И снаружи все стяжки увязаны в единый арматурный каркас. А вот такие кованые петли на концах стяжек мы уже неоднократно видели в местах, связанных с неким религиозным культом. Про то, что эта печь изначально была выше, а сейчас она засыпана примерно на 1-2 метра, думаю вы уже догадались сами, по низким и непропорциональным аркам. Но это еще не все доказательства засыпанности печи. По технологии работы домной, горн с жидким металлом располагается ниже форм, а литники, по которым расплавленный металл вытекает из печи, располагаются в самом низу горна, ну что собственно и логично, так как железо течет самотеком. И вот сейчас мы видим уровень грунта примерно на уровне форм, по которым воздух подавался в печь. Соответственно, все остальное находится ниже уровня грунта. Это все, что осталось от доменной печи. Но мы к ней еще вернемся сегодня, а сейчас давайте посмотрим на заводской корпус, точнее на то, что от него осталось. Внутри здания растет лес. Здесь деревья, видимо, не вырубают нарочно, чтобы быстрее все развалилось. Вот, например, церковь Рождества Христова, которая стоит чуть подаль и про которую будет рассказ во второй части. Ее начали реставрировать. На это деньги нашлись. Естественно, церковь нужна, а вот наше железное прошлое не нужно. И деревья постепенно своими корнями ломают каменные стены, и в скором времени комплекс развалится сам. Продираясь ночью через заводской корпус, если не знать, где ты находишься, вообще можно подумать, что заблудился в лесу. А тут лес. А вот так вот ночью заходишь, противоположных стен не видно, и не скажешь, что это в здание зашел. Я боюсь, как бы не все три. Приехали какие-то, посмотрели, что мы тут делаем. И уехали. По-моему, вот она тропинка, ребят. Да, а вот я тоже нашел. А потом вдруг мы вышли из окна. В этом месте все уровни на одном уровне. Уж простите за стартологию. То, что здание засыпано, наглядно видно с его торца, со стороны пруда. Высота и ширина арки непропорциональны, а дверь пробита выше арки. С обратной стороны этой двери есть одинокая петля. А судя по ширине арки, вторая петля где-то ниже метра на два. А это, друзья, контрфорс. Самый настоящий. Помните, где мы их уже видели? Только не пишите, что их для красоты ставят. Вполне возможно, что это более поздний ремонт, так как контрфорс не перевязан с основной стеной, но тем не менее он выполнен тем же кирпичом и на таком же растворе. Кстати, швы основной стены здания расшиты. Значит, его штукатурить не планировали. Полметра, 60 сантиметров, 7 сантиметров, 80, 90, 105, 106 сантиметров толщина стены. Толщина стен 106 сантиметров. Поэтому, закладывая арочный проход между соседними помещениями, внутри единого здания, здесь просто выстроили две заглушки из кирпича, с обеих сторон заподлицо с основной стеной. И между этими заглушками остается много места, где постепенно скапливается мусор. Из-за такой толщины стен этот проем даже сбутовывать не стали, чтобы материал не тратить. Повторюсь, это внутренняя несущая стена между соседними помещениями одного здания. Поэтому толщина этой стены никак не связана с отоплением и холодными зимами. Здесь уровень грунта снаружи вровень с подоконниками, но изнутри уровень ниже. Это здание просело? Или так строили? Что точно так построили, то эти колонны из современных керамических канализационных труб, потому что в советское время тут был кинотеатр. Друзья, а теперь предлагаю немного обдумать увиденное. Любой металлургический комбинат начинается с сырья. Поэтому самое первое, над чем стоит задуматься, это добыча и доставка руды и топлива, обогащение руды, а также отправка готовой продукции. Одним словом, поговорим о логистике. Чтобы вам было понятнее, буквально в двух словах расскажу принцип работы доменной печи. Основное условие работы доменной печи непрерывный процесс плавки. Собственно, тем домна и отличается от той же вагранки, которая, по сути, работает на таком же принципе, как доменная печь, но только с меньшими объемами, а сама вагранка меньших размеров, и стенки у нее тоньше. И работает вагранка по схеме разжег, расплавил сколько нужно и погасил. С доменной печью не так. Домна это непрерывный процесс. Через калошник в домну постоянно загружается шихта, которая почти полностью заполняет печь. В нижней части находятся фурмы, устройство, через которое подается раскаленный воздух, обогащенный кислородом. Уголь из агломератов сгорает и образует диоксид углерода, СО2. Поднимаясь выше, этот газ покидает зону, обогащенную кислородом. Соединяется с еще не сгоревшим углеродом и преобразуется в угарный газ СО. Он поднимается выше и вступает в реакцию с оксидами железа, отбирая у них кислород. В результате остается почти чистый металл, который стекает в горн. Остальные несгорающие элементы тоже стекают вниз, образуя шланг. Рецепт, который нашли многие металлурги в разное время, в разных странах, был прост и понятен. Нельзя гасить печь. О технологических подробностях, почему выгоднее постоянное горение доменной печи, как это улучшает свойства выплавляемого металла и почему в этом случае требуется меньше усилий кузнецов при последующей обработке. Про все это, друзья, почитайте сами. В описании под этим фильмом будет ссылочка на очень хорошую статью по металлургии. А пока просто примите как факт, экономически и технологически выгоднее постоянная работа печи. А вот теперь займемся расчетами. Наша доменная печь имеет 4 метра во внутреннем диаметре. Высота рабочей зоны, судя по пропорциям печи, не менее 2 метров, а возможно даже и больше. Таким образом, мы имеем объем рабочей зоны 25 тысяч литров. Это легко высчитать по этой формуле, где V объем, P равен 3,14, R это радиус печи, H высота рабочей зоны. Для сравнения, вес 1 литра чистой воды равен 1 килограмму. Железная руда гораздо тяжелее воды ввиду большей плотности, поэтому 1 литр руды весит гораздо больше в зависимости от типа в 2 и более раза. Топливо в нашем случае может быть как каменный уголь, так и древесный. Каменный также тяжелее воды, а вот древесный легче. Но в сравнении с каменным древесный быстро прогорает, поэтому его требуется чаще добавлять в печь и соответственно возрастают его объемы. Также требуется флюс из весняк, который также тяжелее воды. Получается, что на одну загрузку этой печи нужно 50 тонн руды и около 50 тонн угля и флюса. Итак, для этой печи только для одной загрузки сырья нужно привести около 100 тонн. Учитывая, что местная руда все же беднее, чем на Курской магнитной аномалии, будем считать, что слив чугуна делают не через 2-3 часа, а через 8-12 часов, то есть всего 2 раза в день. Значит, суточный подвоз сырья составляет 200 тонн. При этом, выход из печи всех твердых материалов это еще вагон и маленькая тележка, так как нужно увозить образующийся шлаг и отправлять на дальнейшую переработку готовый металл. Таким образом, мы подошли к тому, что осуществить все эти перевозки на телегах невозможно просто физически, так как обычная телега, запряженная одной лошадью, может вести около 700 килограмм по более-менее ровной и крепкой дороге. В случае же неровных или раскисших дорог не рекомендуется нагружать телегу более массы самой лошади. То есть, для обеспечения непрерывной работы печи только на доставку сырья нужно 286 лошадей, 286 телег и 286 человек извозчиков. Вроде немного, учитывая, что один из владельцев завода, Николай Петрович Хлебников, как раз и занимался разведением лошадей. Но 286 телег сырья в сутки это всего 5 минут на разгрузку. Много это или мало? Уж не знаю, но, видимо, нужно реально быть былинным богатырем, чтобы за 5 минут перекидать 700 килограмм камней. Ну или телеги были с самосвалами. И потом, как за 5 минут загружали телеги в карьерах и шахтах? Но это еще не все. Друзья, теперь вы только представьте эту бесконечную вереницу из телег. А что если одна из лошадей подвернет ногу или у телеги ось сломается? Учитывая ширину и качество дорог того времени, сразу возникает вопрос, как они разъезжались на таких дорогах? К тому же, телегам иногда нужен ремонт. Лошадям и извозчикам нужен сон, еда, отдых. Значит, таких телег было больше как минимум в 2 раза. А сколько вообще стоила лошадь в 18-19 веках? Не знаете? Поинтересуйтесь, будет интересно. Но это еще не все. Сейчас мы рассчитали только подвоз сырья для самой доминой печи, причем в хорошую погоду. А помимо этого, в логистику входит учет распутицы, отправка готовой продукции, шлака, доставка инструментов и подсобных грузов. Также для работы доминой печи требуется вода для ее охлаждения. Много воды. Но и это еще не все. Для получения хорошего результата плавки необходимо было предварительное обогащение добываемых железных руд. Операция обогащения всегда являлась очень важным технологическим условием для производства железа. Процесс обогащения состоит из нескольких этапов. Первое промывка, второе просушка, третье обжиг, четвертое размельчение, пятое просеивание. Получение высококонцентрированной руды не могло ограничиться только одной или двумя операциями. Этот процесс требовал планомерной обработки всеми указанными приемами. В местном музее хранятся такие вот пушечные ядра, которыми, видимо, и стреляли мельницы. Как вы сами понимаете, обжиг также требовал качественного топлива, причем в немалых количествах. Поэтому вдобавок к целой индустрии плавки железной руды существовала не менее масштабная индустрия ее обогащения. И еще раз напомню, это не город, а простое село. И вот теперь, друзья, я вас спрашиваю, мы действительно должны принять на веру, то, что логистика была организована только на телегах, запряженных лошадьми. Или все же существовала железная дорога? Как обеспечивалась работа домной печи в 1700-х годах, если официально первая в России железная дорога была построена лишь в 1837 году? Таким образом, наличие металлургии и уровень ее развития определяет уровень развития государства. Именно поэтому так называемым западным партнерам нужно всячески искажать, опровергать и оспаривать факт развитой металлургии в нашей стране. Там, где это возможно, официалы пытаются доказать, что металлургии не было вообще. Там, где факт наличия металлургии уже неопровержим, нам объясняется его кустарное происхождение, типа варилий в печках в горшках. Однако, в наше время очень много людей у себя в гаражах и на приусадебных участках занимаются самостоятельной плавкой металлов. Алюминий, меди и даже железо. В интернете полно роликов на эту тему. И что? Если через 200 лет археологи найдут их самодельные печи, то они единогласно решат, что вся современная промышленность была так развита? Да, наш народ умеет варить металл даже в горшках в домашних условиях. У нас это можно сказать в крови. Но это вовсе не значит, что не было средних и крупных промышленных предприятий. Друзья, следующим фильмом будет продолжение темы. И речь пойдет о храме Рождества Христова в Истии, что находится буквально в 300 метрах от доменной печи. А на сегодня достаточно. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин